И всем привет ребят, с Мистер Байк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашим уже анонсам и спискам обновлений, буквально только что у нас вышел видеоролик, связанный как раз таки с праздничными скидками и всем ивентом дня рождения нашей замечательной игры, но при этом у нас еще появляется очень интересная информация со списком обновлений, которую нам обязательно нужно, конечно, что же вместе с вами сегодня разобрать, если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш по тегу, для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный тег, тег ТМП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же интересного у нас сегодня появилось в списке обновлений? В списке обновлений у нас следующая информация, в ультраконтейнеры добавлены новые хт скины для корпуса викинг, при этом новая, это новая хд версия викинга, предыдущая версия остается в доступе, не удаляется, мы видим ваши запросы бесплатно заменить старый хт на новый, мы понимаем ваши эмоции, но такая замена невозможна, из-за огромной разницы в стоимости производства старых и новых скинов, кроме того вы часто просите нас не удалять старые версии скинов, потому что текущий вариант запуска новой хд линейки будет выгодным для всех. В целом я, наверное, к этому комментарию отношусь тем образом, что можно было просто сделать новое название викингу и все, да, то есть например сделать викинг хт 2.0 и никаких бы вопросов в этом плане бы не было. В игру добавлен элитный пропуск вместе со временным событием, в котором можно будет получить хт скин для пушки фриз, элитный пропуск имеет собственную стоимость и не открывает доступ к призам из обычного челленджа, это дополнительный челлендж, проходится зарабатывание покупки тех же самых звезд и по тем же правилам, что и основной челлендж, только здесь не написана информация, будет ли дополняться туда звезды, если вы еще не купите элитный пропуск. В моем понимании, наверное, если вы пока не купили пропуск, то туда внутрь ничего идти у нас и не будет, только после того, как покупка будет оформлена, тогда туда пойдет дополнительно звезды. Пушка молот, устройство пульсар, исправлен коэффициент скоросстрельности под овердрайвом викинга. Пушка страйкер нерфится, шанс критического урона с 26% опускается до 20%. Защитные модули, доступность модулей повышается всего лишь на одно звание, хотя я, если честно, думал, что сегодня произойдет как раз-таки ребаланс модулей, но в связи с тем, что у нас на сегодняшний день в игре день рождения все-таки, решили не делать этот самый ребаланс модулей и дали возможность всем закупить модули с нереальнейшей вкусной скидкой, которой я бы на вашем месте очень-очень настоятельно бы воспользовался и приобрел бы все модули, которые есть, потому что по 50% скидке купить их максимально приятно, если учитывать тот факт, что когда у нас пошла вся эта тема с ребалансом модулей, я сам лично на бездонат аккаунте все это покупал за 30% скидки, потому что боялся, что как раз-таки все эти изменения пойдут в худшую сторону и, соответственно, не дойдет все это дело до дня рождения и этих скидок. В принципе, я не жалею, но у вас есть возможность еще и дополнительно все это дело сэкономить. Обновлен интерфейс раздела челленджа, обновлен внешний вид мяча из режима регби, он будет в виде орешка. Раздел магазина комплекты удален вместе со всеми комплектами? Офигеть! Все комплекты удалены? Абсолютно все комплекты удалены? В магазин добавлен новый раздел «Ранний доступ», внутри которого продаются отдельно все пушки и корпуса. Наступность по званиям у каждой пушки и корпуса работает по тем же правилам, что и у бывших комплектов. На 7 званий раньше, чем в гараже за кристаллы. Добавлены дополнительные опции пакетов звезд в магазине. Офигеть! То есть у нас теперь разделение происходит и все комплекты удаляются. Больше комплектов в нашей игре не будет от слова совсем. Офигеть! Жестко, жестко, жестко. В целом, я даже, если честно, немножко удивлен. Я не видел вот этого всего дела. И будет очень интересно посмотреть, как это все дело будет работать уже завтра. Поэтому ожидаем, ожидаем все это дело. И будем смотреть, что у нас из этого всего интересного получится. Но то, что комплекты все удаляются, это, конечно, довольно интересная новость. Пишите, что вы думаете по этому всему поводу. Хотелось бы узнать вашу точку зрения. Обязательно поддерживайте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и также, конечно же, не забывайте подписываться на тележечку. Ссылочка на которую есть в описании. Вся информация, лайв-контентик и вся инфа по стримам выходит именно там. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.